МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противники ливийского лидера Муаммара Каддафи подвергаются массированному обстрелу. В начале марта 2011 года повстанцы отступают на всех фронтах. Они не способны противостоять ударам с воздуха, наносимым войсками Каддафи. Диктатор торжествует и угрожает жестоко подавить восстание. 17 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1973 о введении бесполетной зоны над Ливией, чтобы защитить мирных граждан страны. Военная коалиция, в которую входят помимо стран НАТО арабские государства, наносят массированные удары по вооружениям ливийской армии. Войска Каддафи ослаблены, повстанцы вновь идут в наступление. Участники конференции по Ливии в Лондоне обсуждают вопрос о будущем страны после свержения Каддафи. В кулуарах встречи проходят переговоры и с представителями повстанцев. Прежде всего нам необходима политическая поддержка, но получить оружие было бы еще лучше. Несмотря на поддержку НАТО, наступление повстанцев остановлено. Силы Альянса все чаще наносят воздушные удары по резиденциям Каддафи в Триполи. 5 мая в Риме контактная группа по Ливии решает оказать оппозиции Ливии финансовую помощь. Средства с замороженных по всему миру банковских счетов клана Каддафи должны быть предоставлены повстанцам. 1 июня Североатлантический Альянс продлил мандат своей операции в Ливии до конца сентября. 7 июня в Триполи прогремели более 20 взрывов. Это самый мощный удар с начала операции НАТО в Ливии. 13 июня Германия признает Национальный переходный совет Ливии фактическим правительством страны. 27 июня Международный уголовный суд в Гааге выдает ордер на арест Каддафи и его сына Саифа Алислама по обвинению в преступлениях против человечности. Муаммар Каддафи в своем аудиопослании грозит Западу. Если удары НАТО не прекратятся, сотни сторонников полковника нападут на Европу, совершив там теракты. Однако повстанцы продолжают вести бои за Триполи. С каждым разом все успешнее. Субтитры создавал DimaTorzok